Окей, дамы и господа, всем привет, все уже подключился, кто подключается на нашем инстаграме, кто на фейсбуке, кто на нашем колхозном зуме, если вы все еще в полном шоке и доумении того, что вы здесь делаете, куда вам попали, вообще зачем все вам это нужно, то я вам не скажу, зачем вам это нужно, я вам скажу точно, что вы попали на ежедневный урок по Аллахе, и мы с вами учим эту замечательную книжку Китсушу Ханару, в которой мы учим уже несколько месяцев, и вчера мы начали новую главу, 23 главу, которая посвящена законам чтения Торы. Закон чтения Торы на самом деле достаточно комплексный, но мы дальше будем немножко обсуждать о том всяких там законов именно самой свитки Торы, но сейчас у нас есть, так можно сказать, ширпотреб, то есть что требуется широкому населению знать, те, которые не читают Торы, не пишут ее, не проверяют по поводу чтения Торы. Что мы с вами вчера выучили? Мы выучили о том, как на практике говорятся благословения, какую ручку мы держимся, с какой стороны мы подходим, с какой отходим от чтения Торы и так далее, и так далее, а сегодня мы с вами продолжим. Ведь законы, в общем-то, повторять смысла нет, потому что все это достаточно практично, потому что если вы хоть иногда бываете в синагоге, то вы видели, как это делается. Один из наших слушателей на Инстаграма, постоянных слушателей, попросил, чтобы сняли видео, бесспорно, сниму видео, сегодня просто не получилось, там было много всяких йорцетов, и было сложно в синагоге снимать видео о том, как правильно выходить, подходить и так далее, но с Божьей помощью, дай Бог, это будет уже в понедельник, когда будет вновь чтение Тора. Мы с вами обсуждали, в какие дни в течение недели, да, читается Тора в синагогах, у него есть праздники и так далее, но опять же, об этих всех вопросах мы поговорим, и обязательно по просьбе наших слушателей Инстаграма сниму видео о том, как правильно подходят, уходят, читают, говорят благословения, и все, что мы делаем с Торой, главное, нежно и аккуратно. Тора, она как девушка, с ней нужна очень обходительно. Ну, а мы с вами продолжим. Кто-то следит с нами по тексту, 23 глава, 4 параграф, я буду читать и переводить. Итак, Нельзя сам свиток Торы держать самому неприкрытым. Что имеется арома, там вообще, в принципе, обнаженным, имеется в виду, действительно, такие термины упоминаются по поводу свитка Торы, потому что вот эта вот накидка, которая одевает свиток Торы, она называется рубашкой. Без рубашки ее просто так держать нельзя. Понятно, что она должна стоить, стоит, когда она хранится в оранкой душе, но даже когда мы читаем Тору, сам пергамент трогать нельзя. Я помню, ну, я в какой-то момент с этим отчаялся, потому что человеку, которому столько лет объяснять, это бесполезно, но покойный Лестер, наш любимый Коин, который много лет был с нами, он, когда его вызывали к Торы, он прямо вот ложился на свиток Торы, на нее обракачивался, несколько раз ему говорил, но он вообще не, ну, забывал об этом. Во-первых, потому что считается, что сам пергамент, после него вообще нужно мыть руки, во-первых, не забывайте, что это кожа животного и так далее, но это тема для другого разговора. А в принципе, то, о чем идет речь, что свиток, сам пергамент обладает особой святостью, поэтому руками просто так трогать его нельзя. Давайте просто применем примеры, как это работает. Если вы посмотрите на сепардские свитки Торы, они немножко, сам свиток не сильно отличается, но его антураж, так как он хранится, да, отличается. Наверняка вы видели, сепардские свитки Торы, они хранятся в таких круглых, как шкафчиках. Они очень тяжелые, очень дорогие, некоторых оббивают там серебром, золотом и так далее, но если вы обратите внимание, если вы видели его открытым, иногда даже в закрытом состоянии можно это увидеть, если навязывать сверху, там всегда навязаны платочки. Зачем навязаны эти платочки? Я очень люблю сепардский поход к делу, но это как конкретная тема очень неудобная, потому что сепардский свиток очень сложно перематывать, так как он находится внутри этого кейса, внутри этого шкафчика, то перематывать его, как ашкенадский свиток, вот так вот просто крутить, его невозможно. Поэтому там есть платочки. Зачем эти платочки? Потому что просто руками нельзя трогать сам пергамент, поэтому этими платочками перетягивают пергамент, свитка Торы. Ашкенадский свитка Торы – это проще, мы просто крутим, но, как здесь говорится, просто руками трогать сам пергамент нельзя ни в коем случае. А можно держать прикасательную через талит, то есть если вам нужно что-то подтянуть, подкрутить и так далее, то у вас есть талит, вы его взяли через талит, как через платочек держите, или вообще держите только за рукоятки. Мы есть махмирим, и есть те, которые в этом тоже устражают. Что даже вот эти вот… Сейчас, одну секунду. Отключимся. Скажем, что мы не можем сейчас разговаривать, потому что у нас идет вещание на Инстаграме. Через мой телефон. Поехали дальше. Даже есть такие, которые сражают, и даже вот эти рукоятки Торы не держат напрямую руками, а тоже через талит. То есть вкладывают руку талит, и так берутся за рукоятку Торы. Это не обязательно, это своего рода немножко устражение. Продолжим дальше. Пятый параграф. Тот человек, которого вызывают Торы, поднимающийся Торы, и тот, который читает Торы, делает это обязательно стоя. Сидят перед Торой, не сидят. И даже когда вас вызвали Торы, или вы читаете Торы, Тору нельзя ни на что облокачиваться, потому что нужно стоять, своей собственной силой. То есть облокотиться на Биму нельзя, облокотиться на Чтеца Торы нельзя, облокотиться на Боруха или на меня тоже нельзя. Я говорю о нашей синагонии, облокачиваться на Габае и на Рабае не нужно, они не прилагательные, а нужно стоять четко своими собственными силами, потому что нужно стоять в трепете. Почему мы должны перед свитком Торы стоять в трепете, не только из пущей святости, но у этого есть историческая причина и традиция. Я прочту дальше. Как Тора была дана в трепете, то есть мы стояли в трепете у горы Синай, точно так же, и мы каждый раз, когда читаем Тору, мы получаем Тору, поэтому и мы и говорим благословение, тоже должно происходить в трепете. Короче, с уважением относится свитка. Кто? А если человек слаб на ноги, ему тяжело стоять, когда ему вызвали Тору, то можно, конечно же, облокотиться, как сказано, что заповеди нам даны для того, чтобы мы ими жили, а не для того, чтобы они выглядели нашему здоровью. Поэтому, если человеку тяжело стоять в свитке Тору, то, конечно, он может облокотиться. Продолжим дальше. Шестой парагав. Когда тот человек, которого вызвали Тору, он говорит благословение, а вся община, как мы с вами учили вчера, отвечает то есть вторую строчку благословения, этот отрывок, эту строчку говорят стоя. То есть первые две строчки благословения говорится стоя не только тот, которого вызвали Торе, а и тот, который, все остальные, которые находятся в синагоге в этот момент, должны стоять стоя. Только первые две строчки. Напомню, по нашему замечательному Сидуру, сейчас я открою страницу, где находится благословение в будние дни во время чтения Тору, напоминаю, что это 63-я страница. Соответственно, первые две строчки, они как и вызваны к Торе, так и все слушатели и отвечающие вторую строчку должны делать это стоя. Но когда говорится первый параграмм, чтение Тору как таковой и последний параграмм благословения, необязательно, чтобы вся община стояла. Но те, которые очень скрупулезно выполняют заповеди, могут устражать по отношению к себе и стоять. И так, во всяком деле, говорит Шелхануров правильно. Но пока вызывают между человеком и человеком, то есть там говорят, если в шаббат будет не пока человек идет, возвращается, можно сидеть и передохнуть. Давайте чуть-чуть на этом остановимся, потому что это практический момент, когда вы участвуете в чтении Тора в Синагуге, что мы делаем? Есть очень важный критерий, какой, я сейчас не говорю только о благословениях. Есть такие, которые в любом случае стоят во время благословения, потому что это благословение говорится, хотя там тем человеком, которого вызвали к Торе, в принципе, это благословение говорится для вас точно так же, который слушает Тор. Поэтому есть такие, которые действительно устражают и во время самого благословения стоят. Во время чтения Торы это немножко сложно, у нас есть длинное чтение Торы, простоять очень долго, ножки будут болеть, судороги в ногах и так далее. Но, конечно, без фанатизма. Теперь, есть очень важный критерий расположения синагоги, то есть низом сцены, так сказать, по которому мы определяем стоять или сидеть во время чтения Торы. Если бима, стол, на котором читают Торы, это трибуны, это не сцена, имеется в виду сам стол, находится на том же самом уровне в синагоге, как и все сидения, то есть это на одном уровне, не на ступеньках, не специальный постамент для этого и так далее, то тогда принято из уважения к Торе стоять во время чтения Торы, чтобы не сидеть на том же уровне, где лежит Тора. Если Тора читается на биме, который стоит на возвышенности, как раньше, вообще все синагоги строили так, всегда привожу пример по этому поводу старой синагоги в Праге, синагоги Алт-Ной-Щул, который прям там вообще очень интересно, там бима, на который читают Тора, стоит посередине синагоги, как в большинстве сефарских синагог, хотя это в общем-то сложно на тот момент расстроилось первично в девятом веке, потом в десятом, я уже не помню, потом перестраивалось в тринадцатом веке, сложно было на тот момент сефарской или ашкенадской, но там бима стоит на действительно конкретной возвышенности и обнесена решеткой. Как нам объяснил Станин Кигаба этой синагоги, что обнесена она решеткой для того, чтобы когда были погромы, их было достаточно много, все евреи забегали в эту решетку, закрывались и оборонялись, там у них копья были и так далее. В общем, это одно из самых ярких еврейских впечатлений, которые я пережил, когда первый раз попал в эту синагогу, в 2008 году мы там женой были по дороге из Израиля, или в Израиле, я уже не помню, из Израиля, да. Так вот, в такой ситуации, если на биме поднимается, там на возвышенности по отношению к всему остальному залу читать Тору, не проблема. Или, как, допустим, на синагоге бима стоит на возвышенности на сцене, поэтому там не проблема сидеть во время чтения Торы. Но Мой Шпанчин, если не чм, об этом тоже пишет, что если бима стоит на одном уровне, сегодня мало строит синагог, который специально бима на возвышенности, хотя в Израиле большинство синагог все равно так строится, там еще много синагог, да, строится, слава Богу, все больше и больше, то там можно сидеть. Если это стоит на одном уровне, то нужно стоять во время чтения Торы. Ну и кроме того, если вызывают обычно в синагоге в Торе раввина или вашего отца, то вы должны стоять из уважения к отцу, вы должны стоять из уважения к раввину, это традиции, там, мудрецу и так далее. Окей, продолжим. Дальше седьмой параграф. Если вызывает кто-либо самого чтеца Торы, да, тот, который у вас синагоге Балькора, тот, который читает Тору, этого человека вызвали кто-либо. Нужно, чтобы еще кто-то стоял обязательно у Бимы, у того места, где читают Тору. Точно так же, как Тора была нам дана с помощью... Прерывается коннекшн в инстаграме, извините, пожалуйста, возвращаемся. Точно так же, как Тора была дана нам через посредника, через Мушера Бейну, как точно так же, и мы должны относиться сегодня, как через посредника. Нет, посреди между нами и Богом совершенно другая тема. Имеется в виду, что должен быть своего рода сопроводитель Торы. Поэтому у Бимы, но мы вчера с вами об этом говорили, обычно стоят больше, чем один человек, не только тот, который читает, и не только тот, которого вызвали. Если вызвали человека, если только три читают, два человека — это уже достаточно. В принципе, из уважения к свитку Торы обычно по бокам тоже стоят, обычно там, Габай стоят, или Габай-Рабай. Мы вчера об этом говорили, но если такая ситуация, что у Торы стоит только тот, которого вызвали, и только тот, который читает, то тогда, если вызвали того, который читает, получается, что он один стоит. Но это в том случае, только если его первого вызвали, потому что если его вызвали уже вторым, если он хотя бы левий, сейчас мы об этом говорим, об этих приоритетах, то там уже точно стоит коин, потому что, как мы с вами опять же учили вчера, что человек, которого вызвали к Торе, может уйти от Торы только тогда, когда вызвали не следующего, А следующий после него уже закончил читать и вызвали уже через одного человека. То есть если вас вызвали первым, то вы можете отойти от Бимы только тогда, когда вызвали уже третьего. Но если, тут говорится, в очень частном случае, если Баль Койлер, тот, который читает, он понял, и его, соответственно, вызвали первым, и никого там больше не стоит, и в вашей сентябре не принято, что по бокам Бимы стоит кто-то еще, получается, стоит только один, обязательно кто-то еще должен выйти и стать возле свит которой, чтобы был еще один человек, которая была дана через посредник. Восьмой параграф. Опять же, то, что мы с вами обсуждали сейчас, это очень-очень частный случай по всем предыдущим параметрам, которые мы с вами обсуждали. Итак, восьмой параграф. В тот момент, что очень важный закон для всех наших синагог, и всех ваших синагог, в тот момент, когда чтец Торы начинает читать, нельзя ничего говорить, даже слова Торы. Ну, в нашей ситуации, нужно говорить, нельзя говорить даже о бизнесе или даже рассказывать анекдоты, потому что почему-то мне кажется, что те люди, которые разговаривают во время чтения Торы, они не парятся по поводу того, чтобы говорить только слова Торы, потому что может возникнуть вопрос, что может быть, если ты говоришь слова Торы во время чтения Торы, то может быть, это можно. Нет. Даже слова Торы нельзя говорить, разговаривать нельзя во время чтения Торы, потому что этим самым, ну, это я немножко преувеличиваю, но сами подумайте логически. Если тот человек, который говорит благословение, на котором мы отвечаем «Амэй», он говорит о благословении, для нас с вами точно так же, что это наше с вами чтение Торы. И если вы разговариваете во время этого чтения Торы, то получается, это благословение сказано без причины. Ну, кроме того, просто уважение к тому, что читаю Торы. И не думайте, если вы сидите на последней партии, думаете, что вас никто не услышит, во-первых, я вас точно услышу. Если вы сидите у нас на последней партии, за всем слежу, высоко сижу, то просто помолчите чуть-чуть, будет, кидуш там поговорите. Почему нужно обязательно трепаться во время чтения Торы? Короче, говорит Шелханарут, в момент, что начинается чтение Торы, ну-ну, никакой болтовни, потерпите, будет, кидуш клау. Продолжим дальше. «Вафилобен гавра лагавра». И на самом деле даже нельзя разговаривать между теми людьми, которых вызвали. То есть, по идее, во время чтения Торы понятно, что нельзя разговаривать, но если закончили первый Торог, вызывать второй Торог. Подорог на Миша Берек и туда-сюда, и молитвы за благополучие, человека которого вызвали за благополучие семьи, и всё такое, по идее, можно поговорить. Вы видите, что тоже не рекомендуется разговаривать. И покидать помещение в синагоге в момент, что читают Торы, тоже нельзя. Я тоже был когда-то молодым, сегодня мне сложно говорить, что я молодой, потому что вчера вечером началась 25-я годовщина нашей свадьбы. Всех ждём, кто в Нью-Йорке к нам на большой кидуш в эту честь. Приходите, будем очень рады. У нас в синагоге в этот шабад большой кидуш в честь нашего 25-летия, 25-летия того, что моя жена до сих пор меня терпит, уже 25 лет. Так вот, сам был молодым, сам любил, когда чтение Торы, ну, что-то там сидишь, что-то там читать, я это уже читал сто раз, выйти по-ля-ля-ля и так далее. Ни в коем случае во время чтения Торы нельзя покидать помещение чтения Торы, а только присутствует там. А вальбенгаврелегавра шасепртурамы гулелэ яхолэцетли цорок гадоль. Но между одним вызванным и другим вызванным, когда сефер Тора закрыта, тогда, если очень нужно, там в туалет сходить, или вдруг вам в шабад кто-то позвонил, нужно выйти поговорить по телефону, в коем случае. Конечно, такого не бывает, то нужно, можно выйти на чуть-чуть. Я хочу обратить ваше внимание здесь на другом. То есть, что когда свиток Торы закрыт, что имеется в виду? Не просто свиток Торы закрывается, что не видно в самом тексте Торы, это мы с вами обсуждали раньше, а все то время, что не... Тут еще очень важный момент, который здесь не упоминается, поэтому хочу его подчеркнуть. Все то время, что не говорится благословение и не читается Тора, сепрот Тора должна быть закрыта тоже рубашкой. У нас в новой синагоге наш замечательный честец Торы к этому очень странно относится, почему-то куда-то рубашку сразу выкидывает. Я постепенно его воспитываю и сам пока накрываю, но сепрот Тора все то время, что читается Мишабер, что люди идут оттуда сюда. Не забывайте, еще читается Мишабер, молитву за выздоровление. А у нас, слава богу, много людей собирается и, соответственно, это занимает время. Тора должна быть покрыта, закрыта. Не только закрыта, завернута, а покрыта рубашкой. То есть давайте пройдем этапы. Тора открыта в тот момент, что читает Тору, как мы читали здесь по некоторым мнениям и во время благословения. Тора закрыта, закручена в момент произношения благословения. И Тора еще закрыта, закручена и покрыта покрывалом, чаще всего это рубашка для Торы в тот момент, что говорят Мишабер и вызывают других людей и так далее. Тору держим закрытым. У меня всегда просто сердце сжимается. У нас очень пожилой сейчас в синагоге Валькойра. Я его очень люблю, но он все время просто не принесли чай или водичку во время чтения Торы. Когда он ставит на наклонную биму свой стаканчик чая, у меня просто все в сердце, сердце уже уходит в пятки, еще там сжимается до невозможности. Короче, нужно быть очень осторожным со свитком Торы. На этом мы сегодня остановимся. С Божьей помощью. Завтра тоже будет урок перед Шаббатом. Вряд ли закончим эту главу. Она достаточно длинная. Но надеюсь всех увидеть на Шаббат на отмечании нашей серебряной свадьбы. В любом случае, всем спасибо, кто был с нами на Инстаграме. Спасибо за пожелания. Нет, не 45 лет. Мне даже не 45 лет по возрасту. 25-я годовщина нашей свадьбы. Но спасибо большое в любом случае за поздравления. Всем хорошего дня. Всем пока. Если у вас есть вопросы, пишите комментарии к этому видео. Те, кто был на Фейсбуке, те же самые пожелания. А те, кто с нами еще остался на нашем колхозном зуме, если у вас есть вопросы, готов ответить на них. Субтитры создавал DimaTorzok